всем привет компания рада строй алексей сил записать еще одно видео хотел сегодня рассказать о такой теме как дешево не значит хорошо вот я столкнулся в этом сезоне несколько раз с такой ситуации что звонит говорит там почему будете игры на природе 800 он вы хочу так дорого вот у нас там уже предлагаю 2 500 2 400 там кто-то предлагает игры да хорошо без проблем у нас какая то есть очередь не какие-то клиенты которые хотят с нами работать я не претендую пожалуйста сама но заказывайте а потом возникает ситуация когда люди звонят горит алексей что-то нам пробурили и приехали с камерой какая-то фигня в общем есть сомнения что скважина сделана соответствие паспорта адекватно приезжаю смотрю оказывается во-первых глубина в паспорте 35 по факту замеряем глубина 20 две трубы написано в паспорте на самом деле одна труба и вот отсюда складывается этот цена допустим не сезон что-то еще работы нет они раз давайте там цену снизим ну допустим все будет там 2800 давайте сделаем там полторы наберем сейчас клиенту да ну классно там 2000 цена там за скважину 500 рублей дешевле человек говорит о здорово но как мы все знаем бесплатный сыр и бывает мышеловки в основном и по факту когда мы начинаем разбираться как устроена скважина то оказывается что не хватает во-первых минтажа давайте представим сколько сколько там у нас 2 500 он будет за метр получается ему не хватило пять метров да там было там 35 27 даже не 5 8 метров 8 умножить на 2 500 там получается порядка там что-то 17 тысяч рублей да вот 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 экономия человек вроде типа сэкономил да по факту получается заплатил больше в два раза то есть это скажется на эксплуатации скважины скажется на ремонте скважины второй момент была указана двухтрубная конструкция по факту либо трубу бросают вниз просто перекрываю водонос это в этом тоже есть свои косяки я просто нарисую покажу вам как почему в этом косяк сяду отдельно запишу видео почему мы не бросаем трубу вниз стараемся ее уводить практически до верха и оставлять нам резьбу так что вы должны об этом знать и второй момент написан паспорт две трубы одна труба каждая труба стоит денег там полторы тысячи вот получается не опустили 5-6 труб и классно получилось за сделали дешевую скважину на метраже накололись на конструкции накололись и и радуется да поэтому такие моменты я не говорю не просто вот голословно да чтобы там себя пропиарить это реальный случай с практики сейчас видео увидите посмотрите все сами там голос заказчика даже за кадром есть так продиагностировали скважину приехал к человеку скважину пробурили ну в общем что мы выяснили оказалось что значит у нас а со скважина обсажена одной трубой 125 и тут получается открытого ствола всего лишь 30 сантиметров возможно ствол был и пробурен больше открытый но возможно его завалило но как раз вот на видео диагностики мы или что идет малолетний известняк а потом идет обрушение ствола может быть его завалило но заказчику объявили ты ведь сколько 35 метров кто бурил на самом деле вот мы диагностировали 27 всего по факту по факту я тут написал что могу сказать исходя из браво опыта в принципе такая скважина может работать если достаточно дебиты надо конечно проверять прокачивать а потому что открытый стол совсем небольшой скважина обсажена в одну трубу в известняк и известняка всего лишь скрыто 30 сантиметров вашем счет конечно это маловато обычно мы делаем где-то 6 от 6 до 10 метров открытого ствола чтобы водонос был стабильным и работал хорошо но надо проверять если работает нормально насос там допустим сутки покачать вставить если не кончается вода но сейчас я рекомендации заказчику еще дам как там проверить 9 скважины 9 я тут написал вот мы дали ему такую небольшую бумажку на памятку чтобы он смог потом с ребятами поговорить которым бурили ориентировочно 9 пока неизвестно потому что над насос опускать качать но статика на трех метрах стоит в принципе высоко достаточно хотя ему сказать что на 22 метра на 2 запускай что тоже странно в общем такой момент обнаружился скважина сделан в одну трубу и нету практически открытого ствола или он обрушился предварительные выводы такие в рамках диагностики еще объясняю человеку как работает скважина заодно может быть будет полезно нашим подписчикам или к тем кто интересуется в общем если эта скважина артезианская как правило вот московской области так далее что-то за скважина с гидравлическим наполненным горизонтом давлением то есть допустим вот ребята кто бурил скрыли на двадцати пяти метрах известняк и пробурили до 30 и вот у них там скрылся водонос и он поднялся до трех метров и значит скважина артезианская обычно такие скважины если хорошо вскрыт водонос на достаточной глубине и он не завален не замусорен то она дает статический уровень воды там плюс минус один метр то есть допустим как это можно проверить можно замерить статику привязать там какой-нибудь грузик веревки плюхнуть например услышь на трех метрах звук потом кинуть насос покачать 6 часов насос достать еще раз плюхнуть посмотреть статику если статика например плюс минус один метр это хорошая скважина артезианская получается если же например как вот сказали заказчика пусконасос на 22 метра значит возможно скважина дает понижение воды если скважина такая бывает ситуация что дает понижение воды значит надо смотреть водонос конечно 30 сантиметров открытого водоноса это не очень много бывает конечно и такие водоносы работает но если мы замерим что после прокачки например 10 часов зеркала воды опустилась на 26 метров на 25 метров это уже я бы под сомнение поставил такой работоспособность скважины потому что такой водонос может принципе засушливый год или при общем понижение водонос в артезианских что тоже происходит исчерпаться и придет скважины добуривать тогда вот такие моменты так еще такой момент допустим сейчас но мы закачку информации предоставим что ему надо обсудить с бурильщиками гарантий как он говорит дали три года заказчику в общем надо ну по крайней мере мы допустим не будем приставать к этому к тому что 30 40 сантиметров у нас все открытого ствола может быть это не повлияет на работ скважина он заказчик будет прокачивать купит насос мы порекомендовали какой насос купить если все будет хорошо это может быть и несущественным этот момент но другой существенный момент то что скважина была озвучена глубина 35 метров а глубина по факту 27 метров получилось этот момент уже конечно ну будем так говорить не очень правильный и этот вопрос надо обсудить то есть произвести перерасчет гарантию соответственно на три года сохранить и проверить работает ли скважина по данной конструкции но по поводу разницы в глубинах этот момент надо обсудить и конечно компенсировать попросить глубину а иначе получается не очень хорошо но